Первое, что вчера лишний раз было продемонстрировано, что никакой коалиции не существует, потому что ни по одному из принятых либо голосуемых законопроектов коалиция не продемонстрировала не то, что 226 голосов, а даже 200 голосов не набиралось, 170, 180, 160. Касательно тех законопроектов, о которых сказала Татьяна. Действительно, мы голосовали вчера несколько законопроектов. Какие это законопроекты? Первое. В первой половине дня мы голосовали законопроекты, касающиеся переселенцев. И мы считаем, что люди, которые... Это более 1,6 миллиона наших сограждан из Донбасса, из Крыма, которые вынуждены поменяли место жительства внутри Украины, они нуждаются в заботе о государстве. И это далеко не все законы, которые оппозиционный блок считает нужно рассмотреть в парламенте. Есть еще ряд законопроектов, которые мы настаиваем на то, чтобы они попали в повестку дня и начали рассмотрение. Что касается Е-декларирования. Что происходит на сегодняшний день? Огромное количество людей. Это сделано специально. То есть это сотни тысяч мелких чиновников, которые физически не имеют возможности подать декларации. То есть это люди, которые находятся в отдаленных районах, где нет интернета, которые не могут получить ключ, которые не имеют технической возможности, нужно консультации, чтобы правильно заполнить. Их специально, а не заполнение или неправильное заполнение декларации, их специально обрекают на криминальную ответственность. И этим законопроектом, о котором говорит Татьяна, продлен срок и подачи имя декларации до 1 мая. Касательно того, должны ли или не должны громадские активисты подавать декларации, я считаю, что если люди фактически пришли во власть, у нас в каждом министерстве громадские рады и так далее, вы бы слышали, как общаются эти так называемые громадские активисты. Они общаются сленгом тех людей, которые в 90-х годах назывались крышей, и которые фактически занимаются элементарным рэкетом государственных структур, бизнесменов и так далее. Я считаю, что вполне логично, чтобы они подавали декларации. Что касается того законопроекта изменения в налоговый кодекс в отношении тех предприятий, которые зарегистрированы в зоне АТО, то действительно нашим законодательствам обязаны предприятия, которые находятся там, перерегистрироваться в Украине. Но для этого они должны предоставить первичку. Эту первичку предоставить невозможно. И мы для того, чтобы, опять же, огромное количество нашего бизнеса не загонять в криминальную ответственность, они все давным-давно, кто хотел, уже перерегистрировались. Вы сейчас не проголосовали за закон, который они не должны вообще ни проверить, ни прививочных документов, ничего. За три года все, кто хотел, уже давным-давно перерегистрировались. Не успел это как? За три года не успел? Я бы хотел подытожить несколько слов своего выступления. Первое, что действительно по тем вопросам, которые нужны людям, которые нужны стране, которые нужны экономике, оппозиционный блок голосовал и будет голосовать за здравые вещи. Второе, и главное, что выход из создавшейся ситуации, это досрочные выборы парламента, потому что никакой коалиции, ни де-факто, ни де-юре ее не существует. А есть иллюзия, какое-то объединение некое депутатов, которое называет себя коалицией и прикрывает абсолютно незаконно нелегитимное нахождение премьера и кабинета Министового власти.